Хрена сходит с ума, в 3 часа ночи, беспилотники, вы что вообще что ли сдурели? Ты видишь? Вот Рома! У меня подписка о невыезде, я не могу уехать, и странно. Вот это я заснял, а? Возле нашего дома прям, а? Я испугался, вскочил с дивана, от этого взрыва, вы вообще в своем уме или нет? Еще раз, хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. Я возьму автомат и пойду на фронт, понятно вам? Все должны проснуться, перестать играть и думать, в ничейку сейчас сгоняем и все пройдет. Ничего не пройдет, ничего не рассосется. Ничего не пройдет, нет никакой ничейки. Мы ни разу не ответили Западу, ни разу. Теперь они ЕФ-16 дадут. Почему? А русские все равно не ответят. Мы не ответили на взрывы газопроводов, мы не ответили на убийства, мы не ответили на поставку ракет. Мы не отвечаем ни на что. Да, мы ведем боевые действия, мы проводим, но мы действуем в рамках ожидаемых ответов. Мы не создаем проблемы Америки. Да, мы наконец вышли из зерновой сделки. И то так вышли, что каждый раз ученишь, что если чуть-чуть вернемся. Мы никак не ответили на то, что подонков из Турции вернули, и они сейчас воюют. Никак. Фигура умолчания. Кстати, напомню, 15 пилотов погибли во время мятежа. И что? Кто за них ответил? Никого. И это вопрос не к военным. Это не компетенция Министерства обороны. Просто фигура умолчания. Что, так можно было? Ну, понятно. Мы вообще когда-нибудь будем защищать интересы россиян? Мы не можем. По-прежнему не будут взорваны газа и нефтепроводы, идущие в Европу. По-прежнему кабели будут себя чувствовать спокойно. Мы же утерлись на взрывы наших газопроводов. Все нормально. Мы не будем бомбить польские, румынские и прочие базы хранения и техники, предназначенные для убийства наших солдат. Нет. Мы не будем взрывать мосты. Нет. Мы цивилизованные. Поэтому нам можно срать наголу, а мы будем говорить, что это дерьмо, призовая игра. Тынц, 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 тынц. Может, хватит уже быть хомячками? Может, пора вернуться к своей основе и быть медведями? Не угрожать, что сейчас встанем на задние лапы и такую, а просто один раз лапой махнуть. Нет. Как? Что такое несет Соловьев? Нет. И давай на меня очередной донос строчить. Исходя из вашего прединтервью, это путь к национальной катастрофе, к потере страны и будущего. Что именно? С одной стороны, желание научить в школе детей убивать. Защищать родину. А вот для того, чтобы защищать родину, Андрей Владимирович, нужно совершенно другое. Нет. Нужна современная профессиональная армия, а не массово всех научить фотографироваться с дронами. Значит, сначала всех вы построите в строй, дать единый учебник истории, никакие вопросы не задавать, идете ровно маршем. Это потеря будущего. Я не передергиваю, я констатирую факт, который. Мы проходили НВП и учебники истории. Правда, вы проходили. Тише, пожалуйста. Правда, и страну потеряли. Вы проходили. С чего вы решили? С чего вы решили, что вы страну потеряли? Потому что СССР развалился. Секундочку. Так же пришла наша сторона, Россия. Я не хочу этого для страны. Поэтому я хочу, чтобы в школе создавали свободных, мыслящих, творческих людей. Михаил, хочется начать как раз с этой темы, с тем, как на территории Евросоюза был задержан один из руководителей. Это Русича, человек, которого в Украине обвиняют в военных преступлениях. Скажите, пожалуйста, какая в дальнейшем судьба его ждет? Потому что появилась информация о том, что Украина запрашивает его экстрадицию для того, чтобы предать суду. Что с ним будет происходить дальше? Насколько вам кажется, действительно, он будет отправлен в Украину? И что там его ожидает? Суд или обмен на какого-то важного и на важных бойцов, командиров, которые сейчас в российском плену находятся и удерживаются? Ну, субъект Петровский у нас проходит по уголовным делам еще по событиям 2014-2015. Он активно принимал участие в войне тогдашней, первом этапе войны. Он участвовал в бандформировании, которые были сформированы на захваченной территории Донецкой области. И, соответственно, к нему очень много претензий по поводу того, что они тогда делали. То есть и массовое убийство, и изнасилование и так далее. То есть, несомненно, конечно, мы уже подали, ну, вернее, запросили время для подготовки документов на экстрадицию. Мы надеемся, что сможем его забрать. А дальше обычный судебный процесс, обычные пожизненные сроки, естественно, этому человеку. Я не готов говорить конкретно о сроке, о юридическом сроке, но, тем не менее, за тем преступление, которому вменяет наша прокуратура, конечно, светит пожизненно. Ну, а дальше будем смотреть. Тут главное пока его забрать, да, потому что я не сомневаюсь, что Россия, официальная Россия, официальная Москва, будет предпринимать все усилия, чтобы нациста забрать в логово нацистам и так далее. Я тут не сомневаюсь. Кстати, интересного смысла была, что впервые за полтора года войны был совершен акт деноцификации, уничтожен субъект Уткин в самолете на Тверской областью. Да, это интересная, конечно, аналогия. Мне понравилось. Делюсь, можете использовать. Михаил, у меня вопрос следующий про интервью, которое обсуждают, про разговор главком украинской армии Валерия Залужинова с западными журналистами, где он, в частности, сказал о том, что ВСУ находится на пороге прорыва российской линии обороны на Запорожском фронте. Он говорит это как главком армии. Вы, человек, который тоже информирован, принимает участие в обсуждении всех этих действий, как минимум получаете какие-то отчеты и доклады. Что вы можете сообщить нашим зрителям, поделиться в эфире информацией о том, что происходит на Запорожском фронте, как там продвигаются дела по освобождению захваченных территорий? Действительно ли близких прорывов фронта? Я бы очень аккуратно всё комментировал сейчас, потому что ситуация требует дополнительного молчания. Нам нравится истерика, с которой комментирует российская сторона. Господин Залужин прав в том, что вот этот накопительный эффект, который долгое время, несколько уже месяцев ведёт, это, знаете, попытка уничтожить именно первичную линию. Это там земельные поля основные, где основные инженерные конструкции. Мы понимаем, что дальше идёт. Вы знаете, что такое линия обороны? Вот все думают, что это окоп какой-то, и всё, вот его преодолел, а дальше там вторая. Нет, на самом деле линия обороны, она может занимать от полутора до 15 километров в глубину. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!